Замена масляного фильтра два раза в год — это наиболее легкий способ продлить срок эксплуатации мотора вашего автомобиля. Масляный насос прогоняет масло сквозь фильтр, прежде чем оно попадет на движущиеся части мотора. Задача фильтра — не пропустить грязь металлические частицы, которые могут привести к поломке движка. Многие детали фильтра изготавливаются из свернутого в рулон стального листа. Для начала рулон разворачивают и подают на пресс. У пресса имеется несколько матриц, которые последовательно высекают из стального листа детали необходимой формы. Пресс выпускает пластины — компонент конечной части масляного фильтра, которая непосредственно соприкасается с мотором. Непосредственно после пресса пластины с помощью магнитного конвейера транспортируются в сварочный агрегат. Там роботизированный станок направляет их на крутящийся стол сварочного аппарата. Но прежде чем начать сварку, по краю каждой платы наносит герметик. Он должен заполнить пространство между деталями после сварки. Автоматизированный станок осуществляет сварку платы и стального нижнего кольца. Кольцо будет удерживать сальник, уплотнение из резины, которое не дает маслу вытекать наружу во время прохождения через фильтр. Сваренные детали, нижнюю сборку, отправляются на станок. Который нарежет резьбу в их центральной части. С помощью этой резьбы фильтр ввинчивается в мотор. В это же время на другом прессе изготавливают стальной корпус фильтра. Матрица высекает приблизительный контур корпуса. Затем диаметр уменьшают и стакан становится стройнее. Лишний металл удаляют. В другом цехе на другом станке нарезают и перфорируют куски, покрытые оловом стальной пластины. Затем скручивают их в трубочки. На следующем станке изготавливают главный компонент фильтра. Фильтрующую бумагу, которая работает как мелкозернистая сита, задерживая частички грязи, угля и копоти. Сначала станок плессирует бумагу, чтобы она вошла внутрь стакана. Затем ленту плессированной бумаги нарезают на отрезки необходимой длины, которые затем сворачивают цилиндры, скрепляя концы стальной скрепкой. На другом станке собирают так называемый картридж фильтра и помещают фильтрующую бумагу поверх трубки. Трубка призвана укрепить бумагу, защитить от потока прокачиваемого через нее масла. На следующем станке приклеивают диск на оба конца фильтрующей бумаги для того, чтобы трубка держалась на месте. Для застывания клей нагревает. Настало время окончательной сборки. Стаканы переворачиваются, автоматизированный станок вставляет картриджи фильтра. Затем рабочий помещает тонкий резиновый диск поверх каждого картриджа. Этот диск не даст маслу вытечь из фильтра. Теперь нижняя сборка, которую мы видели ранее. Рабочий помещает по одной на каждый стакан. Затем шовный аппарат загибает края, формируя кромку. Как на кастрюле. Теперь конвейер поворачивает фильтры правой стороной вверх, по мере того, как они покрываются порошковой краской из пяти сопел распылителя. В инфракрасной печи краска высыхает за полторы минуты. После этого наносится информация о продукте. Конвейер вновь переворачивает фильтры, и они отправляются далее, где в них вставляют сальники. Автоматизированный плунжер вставляет сальник в нижнее кольцо, и наши автомобильные фильтры готовы к выполнению своей грязной работы.